Губернатор Андрей Никитин сегодня посетил Крестецкий район. Глава региона проинспектировал ремонт ряда социальных объектов. Особое внимание районной больницы. Терафима Корша подробнее. Ремонт в детском отделении Крестецкой ЦРБ идет полным ходом. Рабочие трудятся почти без перерывов. Пыль и грязь постепенно исчезают, стены приобретают приличный вид. Двери сегодня, так понимаю, подвижаются? Пластиковые двери, немножко заказаны. Цветовая схема у вас есть? Есть, есть, да. То есть они привезут у вас цеплитки? Главный вопрос, который интересует Андрея Никитина, успеют ли закончить работу к сентябрю. По словам руководителя муниципалитета, все будет выполнено в срок. Тем более, что с основной задачей уже справились. Ситуация, которая сильно взволновала медиков. Переезд бригады скорой помощи в другое здание. Губернатор этот вопрос держит на личном контроле. В мае он общался с фельдшерами. Они опасались, что ремонт их новых рабочих мест сильно отличается от того, что обещало руководство. Тогда глава региона успокоил. Переезд состоится только тогда, когда помещения будут комфортны для медиков. Сегодня все недочеты исправили. Почти. Единственная загвоздка – это в замене окон. Обещал сделать? Да, Сергей Анатольевич нам обещал. Мы с нетерпением ждем. Ну, в принципе, и кровля, крыша, чтобы не было протечивших. Кровля вместе с этой они будут делать. Глава Крестецкого района Сергей Яковлев объясняет, из-за обильных осадков крыша действительно стала протекать. Как только погода позволит, ситуацию тут же исправят. Заменят и окна. Андрей Никитин просит не затягивать. Ну, договорились. Значит, я в сентябре приеду смотреть, как сделают корпус. Давайте окна поменяйте. Я поменяю ее. Куда же я начинаю? Планы на следующий год у медиков тоже большие. Хотят привести в порядок поликлинику. Но говорят, что ремонты, конечно, не помогут, если кадров не будет. Новые кадры нам надо. Чтобы новые кадры, должно быть и оборудование хорошее, и больница должна быть хорошая, чтобы людям было интересно приходить работать. Ну, ладно, справимся. Перемены в Доме культуры деревни Ручьи. Здесь вовсю штукатурят, красят и сверлят. Проблемы с окнами тоже были. Все заменили на новые стеклопакеты. Закончить планируют 13 сентября. Здесь мы в этом году вот это делаем. Да. Это я как-то сделал. Косметика все будет сделана. Ага. Поменяли. Сумма, по-моему, 700 тысяч. Недалеко от Дома культуры расположился комплексный центр социального обслуживания. Сегодня здесь проживает 31 человек. Все люди пожилые. Недавно в учреждение пришел новый транспорт. Теперь перевозить бабушек и дедушек на большие расстояния гораздо проще. В этом году на средства федерального, областного и местного бюджетов капитально отремонтируют кровлю. Из Крестецкого района Серафима Карша, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидения.